29 мая в актовом зале городской мэрии состоялось еженедельное аппаратное совещание под председательством первого заместителя главы администрации Курголии Курголеева. На повестке дня обсуждению подлежал отчёт городского центра культуры о проделанной работе за 2017 год. Сохраняя приоритетные направления культурно-дособой деятельности, в каждом новом году специалисты в учреждении городского центра культуры выделяют наиболее важные задачи, соответствующие основным принципам государственной культурной политики, целям и задачам, определенными республиканскими и городскими программами развития культуры. В 2017 году городской центр культуры продолжил работу над совершенствованием состояния, содержания и форм культурно-досуговой деятельности всех подразделений центра, реально обеспечивающих всем категориям населения доступность культурного досуга. В течение отчётного периода центр вёл систематическую плодотворную работу. Традиционно проводились различные культурно-массовые мероприятия, акции, праздники, фестивали, смотры, конкурсы, концерты для всех возрастов населения. Брендом, несомненно, является образцово-харографическая школа, действующая при городском центре. В отчётном году в ней занимались 400 детей от 7 до 15 лет. Два раза в год в школе проходят показательные уроки с 20 по 23 декабря и с 19 по 21 мая. Это своеобразный экзамен для детей, возможность увидеть успехи детей и для родителей. Кроме того, в центре работают образцово-юношеские, детско-юношеский хореографический ансамбль «Хасайюк» художественный руководитель, заслуженный артист республики Дагестат Залимхан Гамзатов. Выступая перед президиумом, заместитель руководителя Мадина Ахмедова в своём выступлении отметила, что центр активно работает в направлении по сохранению и пропаганде традиций, этнической культуры различных национальностей. Локальный ансамбль «Мелодия» в этом году стал лауреатом 4-го республиканского телевизионного конкурса фестиваля «С песни к победе». По заказу Министерства по национальной политике Республики Дагестан ансамблем сделаны в этом году 4 видеоклипа «Старинные колыбельные песни». Саварской «Старинная песня» и царистка ансамбля «Райсак Асланова» приняла участие в юбилейных мероприятиях «Гончарный круг» в Дербенте. Одно из направлений работы центра – это участие в конкурсах и фестивалях. В отчётном году образцовый и хореографический ансамбль «Хасайюк» стал участником 5-го международного фестиваля юных талантов «Мосгаз зажигает звёзды», проводимых в Москве. Солисты ансамбля «Мелодия» приняли участие в первом республиканском фестивале-конкурсе вокалистов-фандуристов «Симфония души», который прошёл в Аварском музыкально-драматическом театре в городе Лохачкала. Артисты Центра традиционной культуры «Гончарный фестиваль» приняли участие в республиканском фестивале народного творчества «Россия – Родина моя», организованном Республиканским домом народного творчества. Народные вокальные детские ансамбли «Планета детства» и вокальные ансамбли «Мелодия» стали достойным креплением в это культурное мероприятие, которое, несомненно, содействует сохранению и пропаганде национальных традиций, этнической культуры различных национальностей. Образцовый ансамбль «Косаёк» принял участие с конкурсным танцем «Мая горянка» в фестивале многогранности культур и традиций «Просота и сила России», организованном межрегиональным общественным движением «Диалог», который прошёл в городе Грозном. В августе, в Доме дружбы, прошёл первый фестиваль «Дни татарской культуры». В праздничном концерте приняла участие солистка ансамбля «Мелодия» Майя Юсупова. По окончанию выступления Корголи Корголев отметил значительную работу творческих коллективов, принимающих активное участие в культурно-массовых мероприятиях. Также было рекомендовано акцентировать внимание на приобщение к ценностям культуры и интернациональному воспитанию, на пропаганду культуры и традиций народов Дагестана и патриотическому воспитанию молодёжи. Деятельность городского центра культуры за отчётный период активом города была признана удовлетворительной. Зарема Хайблаева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс». Субтитры создавал DimaTorzok